Сегодня в новостях. Пошлины в России, Elon Musk и двигатель, смартфон Sony Xperia XZ4 и Android 10. Всем привет, я Макс и перейдем к IT новостям за 5 февраля. Беспошлиный порог в 500 евро уже в действии в России. Думаю не все еще в курсе, что у нас в России с начала этого 2019 года беспошлиный лимит на покупки за рубежом сегодня составляет 500 евро. Что это означает? Что если вы будете покупать товары дороже 500 евро, то вы будете обязаны заплатить 30% от стоимости товара и не менее 4 евро за 1 килограмм. Имейте это ввиду, если будете покупать что-то дорогое. Илон Маск показал первое испытание межпланетного двигателя. Ракетный двигатель называется Raptor. Он разрабатывался компанией SpaceX уже несколько лет для многоразовой ракеты Starship. По словам Илона Маска, подобные ракеты с такими двигателями можно использовать для полета на Марс или на самой Земле для быстрого перелета из точки в точку. Появилось еще немного подробностей о флагманском смартфоне Sony Xperia XZ4. Сегодня предполагается, что смартфон должны показать на выставке MVC 2019. То есть уже в конце этого февраля. Смартфон должен получить главную фишку. Это будет тройная камера. Один из которых модулей будет на рекордные 52 мегапикселя. С хорошей светосилой. А также один из модулей будет 3D датчик TOEF для 3D сканирования объектов. Кроме этого по начинке смартфон конечно получит свежий процессор Snapdragon 855 и аккумулятор на 4400 мА. Новая версия Android 10Q добавит новую долгожданную функцию. Как известно, сегодня идет полным ходом разработка свежей системы Android 10. Которая по традиции появится на смартфонах в конце этого года. Пожалуй главной фишкой системы станет темная тема оформления интерфейса. Которая кроме темного интерфейса добавит хороший прирост к автономности смартфонов. Предполагается, что подобный режим добавит до 50% экономии заряда при включенном дисплее. Ну а на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Ну а если вам понравилось видео и вы хотите поддержать канал, то обязательно оставляйте свой лайк и пишите комментарий. Ну а также можете задавать свои вопросы, я на них отвечу в следующих новостях. Удачи всем и пока.